Неизвестные осквернили около 80-й могил на еврейском кладбище во Франции. Неизвестные осквернили около 80-й могил на еврейском кладбище на северо-востоке Франции. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает BFMTV, со ссылкой на префектуру департамента Нижний Рейн, регион Гран-Тест. Всегда правые, быть евреем в Германии снова становится опасно. Местные правые иммигранты сошлись в антисемитизме. Около 80 захоронений на еврейском кладбище в Комуника-Дзинаем к северо-западу от Страсбурга были обнаружены оскверненными, говорится в сообщении префектуры. Местные власти назвали произошедшее отвратительным актом антисемитизма, прокуратура начала проверку. 19 февраля по всей Франции проходит марши против антисемитизма. В митинге, как ожидается, примут участие премьер-министр стран Эдуард Филипп, ряд членов правительства, а также экс-президенты Франсуа Оланд и Николя Саркази. Действующий лидер Эммануэль Макрон заявил, что посетит мемориал Холокоста в Париже. По информации Министерства внутренних дел Франции, в 2018 году в стране зафиксировали 541 случай проявления антисемитизма и это на 74% больше, чем в 2017. В конце ноября прошлого года телеканал CNN опубликовал исследование об антисемитизме в Европе. Согласно исследованию, 10% опрошенных в семи европейских странах признались в неприязни к евреям, 20% респондентов никогда не слышали о Холокосте. 17 февраля сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в связи с антисемитскими оскорблениями со стороны протестного движения «желтых жилетов» в адрес французского философа, академика и писателя Алена Финкель-Краута.